Россия вербует на войну заключенных женщин. На оккупированной территории Донецкой области перебросили эшелон с заключенными, среди которых женщины, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ранее, по данным ведомства, были завербованы около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное на оккупированной территории Донецкой области. Сообщалось, что их направили на территорию России для подготовки. Возможное привлечение женщин не исключал и основатель ЧВК Вагнера Пригожин. Обсудим это с Ольгой Романовой, директором фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Что вам известно о вербовке в Российской Федерации на войну женщин-заключенных? Откуда они? Сколько их? В качестве кого их вербуют? Солдат или медсестер, поваров? К сожалению, с самого начала вербовки, с июня, мы все время получаем письма от женщин-заключенных, которые очень хотят, которые очень хотят завербоваться на войну. Последний раз я знаю о случае, когда две дамы 50 плюс лет, которые сидели в Москве в СИЗО номер 6, печатники, причем обе дамбы бывшие силовики, одна осужденная была следователь, а вторая судья, написали заявление, очень просили как-то им помочь отправиться на войну. Эти настроения, к сожалению, охватывают все места лишения свободы по понятным причинам. За последние 20 лет Путин сделал очень много для того, чтобы российская тюрьма стала адом на земле, стала самым страшным, сакральным местом. И особенно в последние полтора года, когда было совершенно понятно, то есть Путин точно знал, естественно, что он нападет на Украину, и что будут использоваться заключенные. То есть ситуация в местах лишения свободы совершенно сознательно ухудшалась, когда мы говорим о пытках, о том, что нет реакции и так далее, и так далее. Это была осознанная политика, которая, конечно, продолжается. И женщины здесь не исключение. Женщины в тюрьме всегда себя чувствуют гораздо хуже, чем мужчины. Женщины вообще физиологически более управляемы в этой системе, к большому сожалению. И поэтому, например, в женских тюрьмах, это еще от мужских, там нет запретов. То есть туда не просят мобильные телефоны. Самый главный тюрьмный запрет, который, конечно, есть у каждого в мужской зоне. Это означает, что у них нет информации. У них нет никакой информации альтернативной телевизору. Вообще никакой. Нет куда взять. И еще это означает, что они не в состоянии, не могут, не умеют, нет даже привычки связываться с друзьями, родственниками, журналистами. То, что всегда делают мужчины, чтобы сообщить о своей проблеме. Что меня вербуют, меня забирают, меня увозят. Поэтому, если мы всегда знаем все о перемещениях мужчин заключенных, мы никогда не знаем ничего о перемещениях женщин заключенных. Информация у нас есть только от очевидцев и от тех, например, у кого женщины заключенные работали. То есть кто подписывал контракт с ОВСИН. Это обычно местные небольшие предприниматели, обычно сельские предприниматели, в хозяйствах которого где-нибудь в свинарниках, на полях, в теплицах работают заключенные женщины. Вот одного из таких мелких сельских бизнесменов мы получили информацию о том, что работающие у него женщины, которые были прикреплены к федеральному центру не исполнения наказаний, а это называется ФИЦ, федеральный исправительный центр. Это женщины, приговоренные к обязательным работам, к исправительным работам. Они были отправлены на войну, и, понимаете, это женщины, которые не были специально отобраны. То есть это не самые молодые, или самые спортивные, или самые подготовленные, или у них есть какая-то уникальная специальность, или вообще какая-нибудь специальность. Это были просто женщины, которые работали в теплицах, в свинарниках и так далее. То есть это вот заключенные, так сказать, вообще женщины. И, судя по всему, именно они где-то месяц проходили подготовку, и вот сейчас их уже заметили в эшелоне, который идет этапом на войну, на оккупированной территории. Где-то их готовили месяц, их порядка ста человек. Это плюс к тем женщинам, которые были вывезены из колонии «Снежное» на подготовку в Россию. Мы не знаем, к чему их готовят. Мы этого не понимаем по причине того, что действительно у женщин никогда нет запретов, и они не умеют всем этим пользоваться. Но, судя по тому, что это просто рандомно взятые женщины, и, судя по полному молчанию среди родственников, это добровольно. И это не специальная подготовка снайперов, или минеров, или женщин-шахидок и так далее. Я просто думаю, что их везут на фронт либо как, не знаю, поварих и вытаскиватели трупов, хотя до сих пор я не слышала, чтобы российские военные как-то относились с пиететом к убитым и к раненым. В общем, очень много бросают, очень много добивают, особенно вагнеровцы. Это, во-первых. Во-вторых, возможно, что их везут и как штурмовиков. Слушайте, это, конечно, в это сложно поверить, да, что условия в российских тюрьмах настолько ужасные, что вот эти женщины, они готовы поучаствовать в этой безвыигрышной лотерее в виде поездки на войну, потому что, ну, если тебя не убьют, то ранят, если не ранят, то ты 100% получишь такую психологическую травму, что жизни не хватит для того, чтобы с нею побороться. Вам известно? Они не знают об этом, у них нет информации. Они смотрят только русское телевидение. У них нет ничего, они ничего не знают про войну. Они не знают ничего о том, куда их везут. То есть у них только картинка телевидения, вот поэтому проблема. Скажите, вам известно, кто как их вербут? Что им обещают? Что сулят за участие в войне? Самое главное то, что им обещают, то, что их интересует больше всего на свете, это помилование через полгода. Это то, на что они идут. Это, по крайней мере, женщины, которые сидели или сидят в тюрьмах на территории России. Что касается женщин, которые изначально сидели на оккупированных территориях, в ДНР, ЛНР, там мотивация другая. Ну и она, в общем-то, еще жестче. Им обещают перед отправкой свидание с родными, с детьми, с родителями. И обычно это решает все вопросы, что они за это свидание готовы делать вообще все, что угодно. Слушайте, Ольга, я вот подумал, есть же вот эта история некой такой связи, да, между тюрьмами, когда из одной зоны в другую передают какую-то информацию. И вот была же информация о том, что вербовка мужчин-заключенных усложнилась, с Пригожиным усложнилась из-за того, что в зонах стали узнавать о невероятном количестве погибших на войне с Украиной. В случае вот с женскими тюрьмами туда такая информация не доходит? Или, ну, просто это, не знаю, нет в тюремной культуре передавать какую-то информацию из мужской колонии в женскую? Вы знаете, нет, это происходит, на самом деле, во всех странах бывшего СССР, потому что система была везде одна, и кое-что, кое-что, несмотря на годы и десятилетия крушения Советского Союза, вот эта вот система, она вот именно осталась именно по отношению к женщинам-заключенным. Дело в том, что мужские зоны и женские зоны, в России это вообще все классические, это абсолютно разная вселенная. Если ты знаешь правила мужской зоны, как там все устроено, в женской вообще все по-другому. Там другая иерархия, там другие внутренние правила, там нет понятий, а нет понятий, потому что каждая за себя, а каждая за себя, потому что каждая обычно, не каждая обычно предлагает сотрудничество с администрацией, но не каждая соглашается. И женщин гораздо проще поставить в невыносимые условия содержания. Например, как в какие-то определенные дни не дать ей горячую воду, прокладки и так далее, и все, и делай с ней, что хочешь. Она не сможет двигаться, она не сможет работать, она не сможет выходить на построение и так далее. И вот угрозы, угрозы не дать свидания с детьми, угрозы не дать свидания звонков там с родителями, они действуют гораздо сильнее, чем на мужчин. Поэтому женщины соглашаются и сотрудничать, и боятся брать запрещенные предметы, из которых главное, конечно, мобильный телефон, интернет и связь со внешним миром. Связи со внешним миром в российских женских зонах нет. – Пригожина ведь отстранили от вербовки в российских колониях, теперь это поле деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Вот как сейчас проходит эта вербовка? Так же активно, как Пригожин вербуют заключенных мужчин и женщин в России? Расскажите. – Вы знаете, Министерство обороны, слава тебе Господи, лениво, неумно, не хочет работать и коррумпировано. Поэтому они не очень-то себя утруждают вербовкой. Они особо не ездят по зонам, прекрасно. И они перепоручили вот эту работу по вербовке заключенных, отправке заключенных, они перепоручили тюремщикам. А тюремщики уж чем-то тем более, в общем, лишнюю работу брать на себя не хотят. Поэтому вербовка проходит совершенно без былого энтузиазма Пригожина, без огонька, что называется. Да, заключенные вербуются, они как-то больше доверяют почему-то Министерство обороны, то есть как государству, чем частнику. Все равно отношение к частнику в России среди маргинального класса все равно оно вполне себе отрицательное. Но появляются новые частые военные кампании, святое место пусто не бывает. И в ближайшее время Путин собирается встречаться с олигархами на этой неделе и будет, как я понимаю, говорить с ними в том числе и об их участии в создании новых и новых ЧВК. На Урале действует ЧВК, такого олигарха Алтушкина. Мы знаем, что Дерипаска финансирует. Несколько частных военных компаний, в общем, с большой гордостью об этом говорит. Что появляется еще и такой ЧВК-патриот. Это ЧВК «Шайгу». И они ведут вербовку, в общем, везде, в том числе и в зонах. Но дело в том, что они не понимают одной вещи. Ну, вернее, Путин не понимает. Этим-то вообще все равно. Я думаю, что заключенные – это очень специфический контингент. Это вот не то, что те же самые люди, что на воле, которых просто ограничили в свободе. Нет. Это не так. И Пригожин, будучи сам из этой среды, он это понимал. И умел с ними управляться и справляться. Ни Министерство обороны, ни Дерипаска, ни Алтушкина, никто с заключенными справиться не смогут. И поэтому сейчас идут такие процессы. Очень много забирают заключенных сейчас в ИВС Донецка и Луганска. Поскольку мы знаем, что там заполненные колонии, в том числе и военнопленными, и СИЗО. Но прежде всего украинскими партизанами, к большому сожалению. Поэтому их держат заключенных в ИВС. Они разбегаются. Они разбегаются. Вот представьте себе, что приехало на фронт, я не знаю, какое-то количество. Вот это, допустим, 25 заключенных, у которых от 3 до 5 ходок, у которых убийства тяжкие телесные или что-нибудь ороблено наркотиками. И вот выходит ли сам 20-летний, говорит, обороны и смирно левое плечо вперед. Ну, я хочу это видеть. Естественно, никого у левого плеча вперед там быть не может. Это будет проблема, которую еще скоро осознают. И, возможно, что на самом деле не хотелось бы, чего я боюсь, чего я опасаюсь. Возможно, они будут возвращать Пригожина, как единственный человек, который умеет командовать заключенными. Но я надеюсь, что он сделал достаточно много серьезных идиотских ошибок и рассорится со всеми российскими влиятельными людьми. И все-таки его не вернут. То есть конфликт Пригожина и Минобороны в такой сейчас пиковой стадии? Вы знаете, насколько я понимаю, Пригожину предложено убираться назад в Африку. И он будет это делать. То есть будет переходить на ту же самую ступень, с которой он, собственно, стартовал год назад. Ну, чуть меньше года назад. Либо, вы знаете, я тут даже поспорила с датскими журналистами. Мы у нас с 1 марта по 1 марта посмотрим, кто выиграет. Они говорят, знаешь, нам кажется, что, судя по тому, как развиваются дела в России, А Пригожин год не проживет. Посмотрим. Спасибо вам большое. Ольга Романова, директор фонда «Русь сидящая», говорили о вербовке женщин, заключенных в России. Спасибо.